Всем привет, друзья! Новая влагина подъехала. Как у вас дела? Настроение отличное, на позитиве. Сегодня я, знаете, что подумал? Давно не делал отжимания, обычные от пола, на максимум. Не делал давным-давно. Хожу в зал, делаю жим и так далее. И сегодня я решил попробовать, сколько я сделаю на максимум. Предел должен быть сотка. Если я сделаю сотку, я вообще красавчик. Давайте попробуем. Ну а также будем снимать сегодня новые видосики, там, вечернего Мориса. В инстаграме я там написал пост, чтобы вы говорили, на какие темы снимать вечернего Мориса, потому что Санек скоро уезжает, и нам нужно наперед хотя бы какого-то материальчика снять, чтобы однообразного ничего не было. Вот под этой фоткой я написал, какие темы вы хотите, чтобы мы осветили вечерний Морис. Также подписывайтесь на мой инстаграм, арчоморис. Спрашиваю часто, очень всякие штуки у вас разные. И поэтому, короче, подписывайтесь. Начинаем день. Поехали. Я, конечно, не знаю, смогу ли я на полную выложиться в отжиманиях, но попробуем сделать, что смогу, потому что я занимаюсь последние дни уже каждый день, наверное, 4 дня подряд все болит. Плечи болят, руки болят, всякие вызовы там делал, и все остальное подтягивание. Это жестко было. Но все-таки попробуем. Мне самому интересно, сколько сделаю. У меня был рекорд сотка. Я делал тем летом, вроде ли, позапрошлым, что-то такое. 100 повторений. Ну вот, посмотрим, сколько сейчас сделаю. Ну, 70 по-любому должен сделать. Друзья, насчет программы тренировок для новичков многие начали писать в личку, когда она, типа, на сайте появится. Честно говоря, от меня ничего не зависит. Я сделал свое дело, я написал программу, я ее проверил, я снял видео, я смонтировал видео. Ушло довольно много времени. Но теперь работа дизайнера, который работает на сайте. Вот сайт. Отвечает за все дизайнер. Я никакого отношения к сайту не имею. То есть, если какие-то проблемы с сайтом, то обращайтесь к нему, а не ко мне. Я не работаю с сайтом вообще, я тупо по ютубу. У нас работает команда. Вот. И поэтому все зависит от него. Как скоро он сделает, так скоро на сайте появится. Не знаю. Я уверен, в ближайшее время потороплю его, конечно. Программа будет крутая, поэтому там каждому упражнению видеоинструкция идет. Будет очень круто. А если вы, конечно, уже не новичок, то обязательно заходите на сайт archomorris.com и покупайте программу, которая состоит из суперсетов, мощная. Просто будете умирать. Отвечаю. А, да. И не забывайте использовать код для скидки Archo15. 15% скидка. Довольно хорошая. Дешевые программы. Так что вперед. Да, ребят. Видите вот эти медали? Раньше я был футболистом. Тут и золотые медали есть, и серебряные есть. Вот второе место. Там второе. И бронзовая одна медаль. Раньше я был футболистом. И много играли, конечно, у нас. Ну, как не профессиональная команда была, а своя команда. Мы с ребятами участвовали в всяких городских тут соревнованиях. Вот, собственно, эти медали вот оттуда как раз. И почему я прекратил играть в футбол? Я играл очень много, наверное, но со скольки лет? Наверное, с 10 лет до 17 по-любому. Вот. И потом у меня случилась проблема с коленом. Я пошел в 10 класс, в другую школу перешел. И там начали играть в футбол. Я не помню, рассказывал я вам эту историю или нет. Но, короче, расскажу еще разок. Играли в футбол. И я решил мячик через себя ударить. То есть одна нога тут стоит, а другой через себя бьешь. Я как-то неудачно ударил. И вот эта левая нога, на которой я стоял, ну, опорная нога, она как-то, я не знаю, как так получилось, она вывернулась туда, назад. То есть, представляете, да? Она вывернулась вот в ту сторону. Это какая-то дичь была. Просто это такая боль была. Особенно первый раз, когда это случилось. Это случалось 4 раза, ребят. 4 раза. Первый раз, когда это случилось, это такая боль была. Я думал, ногу сломал. Я думал, просто все. Мне капец. Я не смогу больше в футбол играть. Ну, в принципе, так оно и есть. Я уже особо и не мог играть. Но все равно играл. И потом еще 3 раза оно вылетало колено. А прикол-то знаете в чем? Что у меня одноклассник тоже был. И он тоже играл в футбол. Мы там с ним играли на физкультуре. И случилась такая же фигня. Только он разорвал мениск. Сразу же. У меня 4 раза такое происходило. Мениск у меня целый. Нормально все в порядке. Слава богу. А он сразу же, с первого раза, порвал мениск себе. И теперь он вообще не может играть. Потому что нога... Ну, знаете, да, что такое мениск? Мениск это такая связка, которая соединяет два ваших сустава. То есть у колена. Две коленные чашечка. И два сустава, на которых крутятся. Короче, в анатомии, если не сильны, я тоже не особо не силен. То вы особо не поймете. Ну, короче, она соединяет, то есть две части кости между друг другом, чтобы они как бы не разлетались. А вот у него ее нету. Мениска его нету. И, короче, ему фигово. Ему его вообще вырезали, что-то такое. Я не знаю, как там нога держится, честно говоря. В этом я особо не разбираюсь. Я ж не врач. Но, короче, жесть. Он играть теперь не может. Ну, и я теперь уже не играю. Потому что постоянно, как я начинаю играть, там финты же всякие надо делать. А у меня потом, если я поиграю, у меня так нога болит. Даже если все хорошо, если она не вывернулась, она так начинает болеть, что прям невыносимо. Я потом хромаю хожу. Поэтому я больше не играю в футбол. Ну, вот. А смотреть я футбол не люблю. Я люблю чисто играть. И поэтому сейчас я и не смотрю в футбол, и не играю в футбол. Вот. Самое нормальное – это теперь фитнес. Развитие YouTube-канала. И это единственная моя цель. Что касается зарубы с Игорем Войтенко, многие там в комментариях спрашивали после вчерашнего видео. То могу сказать, что я наконец-то с Игорем Войтенко списался. Там 4 месяца спустя он не отвечал почему-то. Списался в Инстаграме. Он мне дал... Ой, в этом... Вконтакте. Он мне дал свой номер телефона. Написал ему в Телеграм. Собственно, в своем стиле ответил. Йоу-мен на связи, бро. Я тут. Вот. Короче, и договорились, как я приеду в Москву снять зарубу. Ну, посмотрим, что получится. Ну, еще снимем, естественно, с Влад Исом. Потому что мы изначально с ним договаривались. А с Игорем, так как он не отвечал, я не мог договориться нормально. Но вот ответил, поэтому с Игорем тоже снимем. Так как скоро Санек придет, и мы будем снимать вечернего Мориса, расскажу вам, как происходят съемки за кадром. Да, я снимаю ее вот на такую камеру. Sony AX53. Довольно дорогая камера. В магазе она стоила 1000 евро. Это дофига вообще. Ну, качество само по себе такое хорошее довольно-таки. Дальше, что мы делаем? Дальше мы ставим вот так вот. Стол вот здесь. Второй стол здесь. Потом ставим софтбоксы вот таким вот образом. Один вот тут. Другой ставим вот сюда. То есть, один софтбокс, получается, освещает мое лицо. Другой софтбокс освещает Санька лицо. Вот таким вот образом они, собственно, включаются в розетку. Вот, загорелся. Второй включается вот в эту розетку. Вы говорите, почему эта розетка? Куда я ее дену? Вот, собственно, вот такие вот софтбоксы. Знаете, в чем прикол? Один софтбокс, вот этот, он побелее. Там вроде две лампочки желтых, две белых. А вот здесь, вот в этом, три лампочки желтых, одна белая. И получается вот такая вот тема, что один желтоватый, другой беловатый. Беловатый. И вот мы сидим вот так. Собственно, вид вот такой. Камера будет стоять вот на штативе, собственно, вот здесь. Вот так вот. И сидим таки, болтаем на камеру. Собственно, открывается вот здесь камера. Мы себя видим. И сидим таки, болтаем. Йоу-йоу, как дела, пацаны? Отлично. Вот так и проходят съемки вечернего Мориса. Если какая-то информация нужна, то вот у нас компьютер тут стоит. И мы смотрим там какую-то информацию, которую нам нужно сказать. Сегодня будет происходить именно так же. Вообще, я хотел сказать, что у меня отжимания. Там и жимы лежа идут очень плохо, потому что у меня генетически неразвитые плечи. Они очень маленькие. Как бы я их ни качал, я три года подряд пытался убивать только плечи. Они не растут. Никак. Прикол в том, что они даже у меня после суровой тренировки не болят. Они не болят никак. Вообще никак. Хоть бы я там 60 килограмм сжал на плечи. Вообще ничего. Но они просто забиваются, да, на тренировке устают. Так даже воду нереально пить. Приходится вот так как-то бутылку держать. Но приходишь домой, вообще никаких ощущений. Как будто я их и не качал. Вот именно поэтому у меня отжимания там довольно плохо идут, что плечи слабенькие. Грудак нормальный. У меня грудак одна из самых развитых мышц. Вот. А от всяких там подтягиваний, отжиманий на брусьях, где плечи очень мало задействуются, то вообще отлично все идет. Отлично. Короче, Денис ответил, сказал, что программа еще не будет готова только на следующей неделе. Возможно, в понедельник. Но это тоже не факт. Поэтому, ну, примерно на неделе будет готова, ребят. Ждите. Стоить эта программа будет очень дешево. Рублей 300-320, наверное. Я специально делал, чтобы могли и девушки заниматься, и парни могли заниматься. Чтобы все новички включались в спорт. Чтобы это было доступно всем. Чтобы было круто. Чтобы привлекать больше народу в спорт. Чтобы не курили, не бухали. Этого нам не нужно. Мы только за спорт, за здоровый образ жизни. Правда? Также будет очень много крутых, прикольных программ на турнике брусьях. Ближе к лету уже потеплеет. И тогда будут бесплатные программы. Всем на здоровье. Вот. А пока что Саня уезжает, поэтому меня некому снимать будет в зале. И я там не смогу снять никакие программы. Потому что у Санька уже абонемент закончился в зале. И он уже уезжает, когда? В понедельник в этот. Поэтому все. Саньку пока. Эй, здорово. Ну что, готов контент мутить? Я готов. Здорово. Здорово. Здорово, пацаны. Сейчас будем мутить контент с Саньком. Будем снимать 2, 3, 4, 5 видео. Хорошо, наперед начнем. Наперед много наснимаем. Потому что Санек уедет. И чтобы были какие-то там разнообразные видоси. Чтобы не скучали. Чтобы не скучали по Саньку, да. Поэтому он будет всегда в ваших сердцах. Они уже пишут. Знаешь, с утра уже, пацаны. На самом деле приятно. Бабите там. Куда уезжаете? Да, да. Так ладно мне, даже девушке моей даже не писать. А, они не пишут. Куда они пишут? Куда он уезжает? Она не сказала? Сказала. Сказала? Она добрая не может не сказать. Ну, спалились. Санек в финку уезжает, короче. Будет работать там. Чего полетели, короче, снимать. Короче, ребят, тут в темах для видосов вы написали больше всего, как узнать, что у тебя хорошая генетика. Я думаю, это тема по-любому будет. Первая уже. Да, первая по-любому будет. Ну, еще сейчас что-нибудь найдем тут интересненького. Не знаю. Качай шею, качай шею. Говорю. Тема давайте. А не качай шею, качай шею. Запарили, блин. Ну, ладно. Биццуки большие. Это что? Сейчас будем снимать. И в скором будущем будут на канале эти видосики. Ребят, вы, короче, сняли пять видосов для вас. Вечернего Бориса. Я аж вспотел, короче. А вот сейчас думаем, снять ли, короче, как это, ну, типа того. Надо, не надо? Надо ли душить удовольствие? Как это влияет на качалку? Вот, да. Ну, я не знаю. Мы, скорее всего, это не будем снимать, потому что это зашквар какой-то. Это, наверное, еще порекомендуем сайт. Сайт еще порекомендуем. Если вам 25, вы без девушки. Есть очень хорошие сайты, чтобы найти девушек. Жиза. Только на 5 минут. Мы, короче, подумаем на эту тему. Ну что, друзья, Санек домой ушел. Сняли пять видосов, пять вечерних морисов. Наперед. Сейчас попробую сделать 100 отжиманий. Посмотрим, что получится. Не знаю, смогу ли или нет. Посмотрим. Что, полетели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok